Всем привет! Я вернулся на Бали. Вот вышел с аэропорта, мне Илюха скинул точку, сказал приезжай. Я тебе сделаю сейчас церемонию. Вот приехал в Убуд, к какому-то храму, и он уже Илюху увижу. Сейчас мы вам презентуем, что вас ждет во втором сезоне. Всем привет, друзья! Я уже успел по вам всем соскучиться. Ужин настрелял. Не знаю, что это за рыба. Если ты предприниматель и в поисках какой-то новой ниши, тогда могу предложить тебе хорошую идею. Продать в России мебель с Бали. Как прослотовое свидание. О, прекрасно! Такая романтика. Прям романтика, романтика. Давно такого чувства не испытывал. Приехали в наш любимый варунг. Веганский, Омас называется. Это тот самый варунг, где все за донейшн. То есть покушаешь и платишь столько, сколько считаешь нужным. Только то, что слишком не борзите, потому что, ну, ну, сами понимаете, что когда ездишь в обычные места поесть, там тут вам положат, там тебе не особо много. Надо дать двадцаточку. Так что, ну, от души, вот правда, от сердца по ощущениям кладите. Сколько раз было, когда ты не платил? Совсем не платил? Ни разу не было. Я-то мелочь какую-нибудь накидал, но потом я больше кидал. Здесь физка в чем заключается? Сам владелец этого заведения, у него как бы есть деньги, у него есть еще тут выставка недалеко, плюс у него еще какие-то пару бизнесов, не помню уже с чем связано. А это он открыл заведение так, чтобы заниматься благотворительностью. Так как здесь 30% своих средств люди тратят на благотворительность или подношение богам, он свои деньги тратит на то, чтобы помогать людям. Так, а это мой сегодня зеленый завтрак. Мы приехали к шаману, которому Илюха-то ходил. Сейчас попробуем все-таки взять и снять этот контент, что же там будет происходить. У нас сейчас шаман разбежает по поводу авторских туров, как это лучше сделать, чтобы было более эффективно. И вообще, как все это получится? Так, сейчас все узнаем сразу. Все понятно, куда ехать. Обещал выручку даже рассказать, сколько выручка будет, чистая прибыль за год. Ребята, я вас вижу в Форбсе. Пройдет 300 дней и узнает о вас весь мир. Все, начинаем. Все, начинаем. Продолжение следует... Хотел немного покомментировать, но решил не мешать, не сбивать своими вибрациями. Загадай и сожги. Помолись, помолись и сожги. Что ты хочешь реализовать и что ты хочешь исключить из своей жизни и потом сожги. Произвести эту вибрацию. Попроси Бога и Он поможет тебе. Приоритеты правильно не забыть, разное. А, из остальных слава паразиты. После последнего посещения, когда он чистил мою энергию, убирал темную энергию и восстанавливал свет. А сегодня он чекнул все это и говорит, что все в порядке с моей энергией. Мне надо поработать, что я имею силу и дух. И мне надо это все сбалансировать, соблюдать баланс. Сейчас я беру вот эту свою магическую бумажку, даю посыл в космос. То, что я хочу, мои вещи, мои пожелания. И должны сжечь. Так же все. Убираю старое, обретаю новое. Всегда такую легкость ощущаешь, когда это делаешь. Будет так. Весь, вы можете держать. Да? Да. Равендика. Вер, супердел. Супердел миллионер. Супердел. Супердел миллионер. Ну что, Витя сказал, что мы все это. Супермиллионеры. Самое главное, говорится, в настоящем времени не использовать слова «побези». И все будет. Все есть. Самое главное, что он позитивный, современный шаман, который сидит в WhatsApp, в Instagram. И у него есть даже визитки. Так что приезжайте. А точку знаем только мы. Мы сегодня опять ищем свою виллу. Сейчас зашли прямо в деревню, в деревню настоящую. Вот такими видами. Пускай не понимают. Я на индонезийском с переводом. Сейчас ищу комнаты, разговариваю с местными. С помощью Google-переводчика. Они нифига не понимают. Я им даже пытаюсь объяснить, что... Говори ты прямо в этот телефон. Это электронный переводчик. А он думает, что это тетка какая-то ему звонит. И говорит, что это... Алло, алло, алло. Они думают, что они по телефону разговаривают. А так нашел пару мест. Зарядил двум индонезом, которые сейчас уже ищут для нас также комнаты. Я сказал, что время ограничено до понедельника. Сегодня суббота. Ну а так до вторника. Но они все мои битумуру. Так что я пораньше сказал. Это там оказалось. Я вот решил жажду утолить. А, дринк, дринк. Дринк. Жажда. Ну что, он мне тарелку какую-то принес накормить хотел листьями вот этими. Я говорю, пить хочу. Он мне листьев надавать хотел. Они реально либо прикидываются, либо реально... Друзья, если вы живете день в России и в поисках какой-либо новой ниши, которая сейчас не занята и имеет большую маржу, то у меня для вас есть классная идея. Продавать вот это. Я сейчас поближе их покажу. Бали славится своими рукодельниками. Они очень красивые вещи делают из дерева и из камня, которые разводятся по всему миру. Во все крутые салоны, виллы, в коттеджи, в частные коллекции. Во все мажорные места по России, грубо говоря. Я загуглил в интернете и заметил, что вот такие статуи небольшие, например, как вот эта. Она чуть повыше метра в России стоит около 150 тысяч рублей. Я пообщался с местным мастером. Он же директор магазина. Он же сам все это делает. И могу вас ориентировать уже по стоимости. Вот эти статуи, они она чуть повыше метра, другая, либо около полутора метров. Они продаются только парами. То есть вот такая пара стоит 1 миллион местных денег. Если перевести на доллар, то получается на меньше 100 долларов за эту пару. А эта пара стоит подороже. Это около полутора метров. Как раз таки больше 100 долларов. Но есть более дорогие модели. Например, как вот эти. Они чуть повыше полуметра. Но они уже стоят 2,5 миллиона за пару. У них отличие в том, что предыдущие они сделаны на машинах, то есть они отлиты. А вот эти сделаны полностью вручную. То есть вручную труду примерно в 20 раз дороже. Практически все статы продаются по парам и ставят на против кода в каждый дом. Вот такой слон стоит около 4 миллионов. Это примерно 250 долларов. Он уже за единицу продается. Вот такие еще нашел классные аквариумы. В среднем стоит около 100 долларов каждый. Но опять-таки чем меньше, чем он будет дешевле, чем больше, тем он будет дороже. Потому что на улице это все огромные. Вот они уличные есть. Например, где 0,3 аквариумы. Либо это ваза такая такая. Такая стоит около 200 долларов. Всего лишь. Нашел еще магазин. Находка для дизайнеров. Сейчас покажу. Тут люди делают вещи из дерева, металла из камней, из всего. Вот такие огромные штуки. Например, вот эта стоит около 1000 долларов. Кто не знает, что это, но видимо декор какой-то. Вот эта тоже около 1000 долларов стоит. Вот эта около 500 долларов стоит. Вот эта около 500 долларов стоит. А вот эта малышка, где-то полтора, стоит всего лишь 200 долларов. Ну и еще очень много здесь всевозможных штук. Я даже не знаю, что им все значит, но на вид очень красиво. Кто-то мечтает, чтобы либо прихожую, либо гостиную украшала такая штука. Кому интересно дать местоположение этого места, либо еще отсюда больше контента с фотографиями сценами, то пишите в комментариях под видео, либо на мою личную страницу. Здесь фишка этого шоу-рума именно деревья. И вот старого дерева ничем не обрабатывают. Непонятных идолов, что ли. Ну, наставясь очень похоже. Ну, не все, конечно. Вон тот, головасик, особенно не похож. Ну, предполагаю, здесь вот, что все недорого стоило. Здесь везде все недорого стоило. Ну вот, магазины, 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 еще раз магазины. Если тебя заинтересовало что-нибудь из этого видео, то обязательно пиши в комментариях, и мы с тобой свяжемся. А сейчас поехали дальше. Сейчас буду закупаться на свидание. С девчонкой уже договорился в 5 утра. Вставать сейчас в 2 часа ночи. О, мне спать осталось 2-3 часа. Печеньки самые вкусные на Бали, а еще по акции. И надо еще что-нибудь присмотреть. О, фрукт. Как фортануло, что в ночном магазине есть фрукты. Но надо взять какой-нибудь фрукт, который будет легко естся. Яблоком не удивишь нифига. Это не яблоко, не знаю что. Вот эту тему может взять, но тоже фиг знает. Возьму, наверное, еще печенье, да и все. Это будет беспроигрышный вариант. Местный бармен, который сыграл нам на гитаре, вернее на укулеле, рассказал немножко про соседние острова. Сейчас нахожусь на ретрите у одного мастера, который не хочет показывать себя. Это мистер Икс, мы его назовем. Я нахожусь у него на ретрите, он помогает мне погрузиться в момент здесь и сейчас и немножко забыть о проблемах городских, которые меня тревожат на самом деле настоящий момент. Слышите когда-нибудь про грибные 3D картины? Сейчас покажу. Вот такая картина, смотрите, она на нас смотрит. Попробуем пройти мимо нее. Она также продолжает смотреть. И уходим, она смотрит нам вслед. Надеюсь, камера передала все эти картинки. Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok